МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Вестнике Северодвинска итоги недели. Вместо 25 прослужит флоту 35 лет. На звездочке из Эллинга вывели подлодку Екатеринбург. Была угроза, что, возможно, торпедные аппараты могли потерять свою геометрическую форму. 99 зебр появилось на переходах. В городе начались работы по нанесению разметки. Разметку будем наносить после того, как там ремонт пройдет. На яграх обнаружены яйца гельминтов. Распотребнадзор исследовал места массового отдыха. Есть несоответствие по паразитологическим показателям. Срок жизни подлодки Екатеринбург наши корабелы продлили на три года. В эфире Вестник Северодвинска итоги недели с обзором наиболее заметных и ярких событий, уходящих семи дней. В студии Владимир Богомолов. Здравствуйте. Дедушка Екатеринбург. Так сегодня назвали корабелы ракетный подводный крейсер, который вывели за линго-звездочки. Субмарине уже 28 лет. Еще на три года продлят ее жизнь северодвинские специалисты. Подводная лодка Екатеринбург в 2011 году пережила пожар. Так что ремонт из планового превратился в аварийный. О его текущих результатах моя коллега Наталья Аскерко. Это исключительный случай, когда шампанское, но субмарины не разбивается ни с первого, ни со второго раза. Впрочем, эта подводная лодка счастливчик, говорят корабелы. Так что приметы ей не страшны. В 2012 году ракетный подводный крейсер Екатеринбург пришел на звездочку после серьезного пожара. Так что плановый ремонт превратился в аварийный. Была угроза, что, возможно, торпедные аппараты могли потерять свою геометрическую форму. И это потребовало замену и вырезку, либо ограничение части использования этих торпедных аппаратов. При восстановлении гидроакустической станции и другого оборудования первого отсека пришлось привлекать дополнительных специалистов для обследования элементов. Совместными усилиями пострадавшую часть корабля удалось сохранить и восстановить. Сегодня Екатеринбург уже торжественно выводит из эллинга. В корабле такого предназначения, конечно, государство, которое обладает ими, правительство этого государства имеет веские аргументы при введении своей внешней политической деятельности. Ход работ отслеживал лично зампредседателя правительства страны Дмитрий Рогозин. На корабле уже выполнены ремонт корпуса, забортных систем, систем живучести, оборудования паропроизводящей установки и других корабельных систем. Атомные подводные агрессора проекта 667 БДРМ составляют с собой основу группировки морских стратегических ядерных сил Российской Федерации. Командование военно-морского флота не сомневается в том, что корабелы «Звездочки» выполнят все свои обязательства, а мы, военные малики, полностью обеспечим испытания и в декабре 2014 года вернем корабль к причалам Гаджиева. Завершать ремонт корабелы будут уже на плаву у стенки достроечной набережной. Затем лодке предстоят швартовные и ходовые испытания. Кстати, возраст Екатеринбургу уже почтенный – 28 лет, в то время как проектант планировал всего 25. Задача кораблестроителей – продлить срок службы Екатеринбурга до 35 лет. Так что в Северодвинск субмарина еще вернется буквально через три года. Ровно настолько продлят жизнь корабля два с половиной года ремонта в городе Корабелов. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. 99 зебр появились на городских переходах. Ремонт дорог в разгаре. Подрядчики приступили к нанесению разметки. Линии уже нанесли на 40% проезжей части. До конца лета разметку планируют нанести на все дороги города. Подрядчик нанес уже больше половины разметки на пешеходные переходы. Свеженанесенные зебры можно увидеть на центральных улицах города. Накануне на проезжей части начала появляться и осевая разметка. Сейчас работы ведутся на Архангельском шоссе, проспекте Труда и на улице Южной. Работы должны быть выполнены подрядчикам до 15 сентября. В результате погодных условий будем переставлять, меняться график. А так у нас, согласно графику, эти работы ведутся. И плюс, где ремонтные работы тоже. Мы разметку будем наносить после того, как ремонт пройдет картами и турбо. Разметка наносится после официального принятия ремонтных работ. Не отремонтированной дороги покрываться эмалью не будут. Также в комитете ЖКХ заключили контракт на установку автобусных павильонов по приградным шоссе. Работы должны начаться в ближайшее время. Вода во всех водоемах города не соответствует санитарным нормам. Таковы результаты лабораторных исследований в местах массового отдыха горожан. А вот принимать солнечные ванны можно за исключением одного района Ягринской набережной. Там санитарные врачи обнаружили яйца паразитов. Не рискуют зайти в воду большинство загорающих. Температура воды в Белом море пока держится на отметке 12-13 градусов. Да и лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, пробы воды как в самом городе, так и за его чертой не соответствуют санитарному законодательству. Татьяну Пантелееву это не пугает. Купальный сезон она открыла еще весной. Конечно же нежелательно детей пускать, раз Роспотребнадзор решил так. Но я не знаю, я каждый год купаюсь, с мая месяца начинаю и нормально. Купание в загрязненных водоемах города может стать причиной воспалительных процессов кожи, глаз, ушей и других слизистых. При попадании внутрь вероятны инфицирования гепатитом А, серозным менингитом и другими инфекционными заболеваниями, поясняют санитарные врачи. Безопасно принимать солнечные ванны можно у всех водоемов, за исключением центральной части Ягринского пляжа. Все пробы соответствуют по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. За исключением пробы отобраны напротив дома 24 по Приморскому бульвару. В данной пробе есть несоответствие по паразитологическим показателям. Там обнаружены яйца гельминтов, а именно таксокараканис. Положительный прогноз на выходные дают синоптики. В Северодвинске ожидается до плюс 29 градусов. Однако жара простоит лишь до субботы. Вечером этого дня ожидаются кратковременные дожди и гроза. В воскресенье столбики термометров значительно опустятся вниз. У нас будет отмечаться уже постепенное понижение температуры, которое у нас будет также сопровождаться кратковременными дождями, грозами и, возможно, даже и с порывистым ветром. В воскресенье у нас дневной фон температуры уже составит где-то 16-20 лет. Повторные пробы воды санитарные врачи возьмут в конце месяца. Не исключено, в июле купальный сезон открывать будет не только теплее, но и безопаснее. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. В понедельник, 9 июня, президент Владимир Путин с рабочим визитом посетит Архангельск. По неофициальной информации, он проведет совещание в здании правительства области. Посещение Северодвинска в графике президента не значится. О событиях этой недели в рубрике «Коротко». Россия решила пожизненно обслуживать викромодитью. Детали контракта на послегарантийное обслуживание авианосца накануне обсуждались в Дели. В Карваре на весь срок службы авианосца организуют постоянно действующее представительство Севмаша. Северодвинские специалисты будут выполнять работы по техническому обслуживанию. Кроме того, за предприятием также остаются вопросы обеспечения корабля запчастями, оборудования береговых объектов четырех верфей Индии. Планируется, что контракт между Севмашем и ВМС Индии будет заключен в августе в Нью-Дели. В день города Северодвинск впишет в свою историю два исторических события. Ко дворцу молодежи-строитель доставили 13-ю памятную стеллу. 12 с летописью жизни города с 36 по 2012 появились здесь ровно год назад. На стеле разместят гранитный камень с двумя пунктами из истории города. Это даты сдачи Викромадити и АПЛ Северодвинск. Пока летопись Северодвинска заканчивается датой окончания строительства самой протяженной трассы города – Архангельское шоссе. Ко дню рождения Северодвинска специально для наших маленьких зрителей редакция ТРК «Северодвинск» объявляет конкурс рисунков «Мой город». Акварелью, гуашью, карандашами, углем, фломастерами или тушью нарисуй, каким ты видишь любимый Северодвинск. В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 4 до 13 лет. Независимые эксперты выберут лучшую работу и объявят победителя 7 июля. Лучший рисунок будет размещен на баннере к дню рождения Северодвинска. Работа должна быть оформлена в альбомном формате А4 в нижнем правом углу. Надо подписать имя и фамилию автора, а на обратной стороне – контактный телефон. Ждем рисунки со 2 июня по 2 июля на Советской 55, второй этаж. Подробную информацию можно получить по телефону 50-3008. В связи с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами оказания услуг связи, с 3 июня в сети «Я не телеком» изменился порядок телевизионных каналов. ГТРК «Северодвинск» теперь размещается на 11-м канале, а телеканал «Звезда» – на 12-м. 6 июня – день рождения Александра Пушкина и день русского языка. Именно Пушкина, родившегося 215 лет назад, считают создателем современного русского литературного языка. Русский язык входит в число шести официальных языков ООН. Торжественные мероприятия проходят не только в России. Так в Вашингтоне и греческих дельфах открыли памятники поэту. Теперь о погоде, слово и ради. Жаркие выходные охладят грозы. Здравствуйте, небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Четыре часа наедине с цифрами. 11-классники сдали второй обязательный ЕГЭ. Повторные сдачи ЕГЭ в текущем году не допускаются. Хотел решить проблему по-новосибирски. Гость города попался на взятки. Расследование уголовного дела окончено. Быстрые лапы и сильные ноги. В городе прошли соревнования по Драйленду. На соревнованиях он все знает, уже сам бежит. О метео и астропрогнозах вам расскажет небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор Северодвинский агрокомбинат. 7 июня по данным ГИС Метео в Северодвинске ночью ожидается плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до отметки плюс 24. Ясно, без осадков. Вечером возможны грозы. Ветер разных направлений слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 760 миллиметров ртутного столба. Суббота начнется с хорошего настроения. По словам астрологов, тех, кто посетит светские мероприятия, ожидают интересные знакомства. А чтобы не разочароваться в завтрашнем дне, избегайте откровенных разговоров. Доверие заслуживает наш спонсор Северодвинский агрокомбинат. Всегда свежая и качественная продукция. На этом у меня все. Яркого настроения и широких улыбок. До свидания. Суббота. 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 О других происшествиях в рубрике «Протокол». Полкилометр проехал на трех колесах. Такая вот езда привлекла внимание нашего зрителя. Внедорожник «Шевроле» мчится по улице Южной без колеса и останавливается возле универмага. Очевидец продолжает движение, по пути встречает потерянное колесо и помятую девятку. Как нам удалось выяснить, предварительно нетрезвый северодвинец проехал на красный свет светофора, задел ВАЗ-21099, решил скрыться с места происшествия, но потерял колесо. Девятка восстановлению не подлежит, а водителю «Шевроле» придется заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Если будет доказано, что он действительно был пьян, лишат его и водительского удостоверения. Хотел решить проблему по Новосибирске, но в городе Корабелов дать взятку не удалось. В суд передано уголовное дело в отношении владельца крупной фирмы, которая выиграла конкурс и устанавливала окна в одном из учреждений города. Житель Новосибирска привез в Северодвинск шестерых рабочих граждан Узбекистана. Тем самым нарушил законодательство. За взятку сотрудник УФМС пытался избежать административной ответственности. В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Сумма взятки 5000 рублей, но даже за такие деньги гость из Новосибирска понесет серьезное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до 4,5 лет. Кстати, обвиняемый бывший сотрудник ГИБДД. Следствию мужчина пояснил, у него в городе именно так проблемы и решаются. Несовершеннолетняя пассажирка мопеда накануне скончалась. После аварии девушка находилась в коме, но не приходя в сознание ушла из жизни. Напомним, ДТП произошло вечером 15 мая. Мопед, которым управлял 18-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проспекту Труда в направлении улицы Тургенева и наехал на препятствие. 16-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. А состояние еще одного несовершеннолетнего, попавшего в аварию, улучшилось. Ребенок, которого сбила машина на улице Ломоносова, 18 мая вышел из комы. Врачи характеризуют состояние мальчика как стабильное. Человек-собаке друг. А в спорте тем более. Впервые в нашем городе прошли соревнования по драйленду. Это тренировки ездовых собак в летнее время. На лучшее прохождение трассы человек и собака боролись вместе в одной связке. Нескончаемая энергия собаки плюс выносливость человека. В итоге спортивная победа. Александр Палий вместе с Хаски Бостоном пробежали 3 километра за 9 минут. Лучший результат среди мужчин. Северодвинец уже имеет опыт бега с собакой, правда на лыжах. Драйленд – ездовой спорт в бесснежное время. В Северодвинской гонку провели впервые. Вообще несет, просто тащит. Только успевай ногами перебирать. Что кричите, как подбадриваете его? Надо вообще его подбадривать? Или он несется? Он сам несется. На тренировках как бы надо, да. На соревнованиях он все знает, уже сам бежит. По соревноваться в каникросе, так называется бег с собакой, приехали более 30 участников из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Пять видов трасс преодолевали в разных возрастных категориях. Собака бежит впереди на натянутом поводке, тем самым помогая человеку преодолевать дистанцию. Вот когда пробежала 2 километра, мне уже, честно, хотелось сходить с дистанцией, но собака мотивирует. Она бежит впереди, ты смотришь на нее, что она хочет еще бежать, и ты бежишь вместе с ней. Это здорово. Несмотря на застрявшую лапу, эта пара показала лучший результат уже в байкджоринге. Здесь связка собаки и велосипедиста. Следующие соревнования ждут уже осенью. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. На стадионе «Север» состоялось открытие 60-летней спортивной спортакиады производственного объединения «Севмаш». В юбилейных соревнованиях приняли участие более 800 работников предприятия. Более 800 участников прошли торжественным парадом по дорожкам стадиона «Северфокс-Севмаш». Всему виной 60-летняя спортикиада «Севмаш» предприятия. После поднятия государственного флага организаторы наградили участников 59-х зимних соревнований. В своих группах первые места завоевали «Гранд Цех 55», «Старт» завода управления, «Аква» 19-й цех, «Олимпия» 17-й и команда «Факел». В общем-то программа она традиционная, но любое соревнование оно по-своему новое каждый год. То есть новые команды участвуют, новые победители, новые призеры. И накал борьбы намного сильнее, чем на многих городских соревнованиях. В день открытия состоялись соревнования по легкой атлетике, гиревому спорту, волейболу и настольному теннису. «Давно ли участвуете в «Спартакеаде»?» «Вы знаете, давно участвую, с удовольствием, причем от всей души, так нравится, вообще классно». «Что ждете от 60-х, от юбилейной «Спартакеады»?» «Да вы знаете, самое главное, чтобы люди поняли, что здоровье и спорт – это очень важно для них. И берегли себя, и старались заниматься спортом». Впереди у работников «Симаша» еще очень много соревнований по различным видам спорта. «Спартакеада» финишируют в октябре месяце, итоги подведут на спортивном вечере. В доме Корабелла Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Материалы выпусков вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинск.тв. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8-911-0580-700. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Такси «Двина». Наши в булочную. На такси не ездят. А ты попробуй. Звони. 8-911-573-33-55. 8-950-251-55-33. Студия «Дизайномарт» дарит обновления. Кухни, детские шкафы-купе вам на загляденье. Мы готовы выслушать все ваши пожелания и не оставим ни одно без должного внимания. Рассрочки и скидки для клиентов у нас на Советской 27А ежедневно ждем вас. В магазинах «Шик» праздник для самых маленьких. С 1 по 7 июня скидка 30% на детскую косметику «Дракоша» и «Маленькая фея». Спонсор прогноза погоды – Северодвинский филиал Института управления. Северодвинский филиал Института управления уже более 10 лет обучает студентов по направлениям подготовки высшего профессионального образования. Юриспруденция, государственное муниципальное управление, менеджмент, туризм, прикладная информатика, экономика. По всем вопросам обращаться по телефону 55-72-87. В субботу 7 июня в Северодвинске ожидается ветер разных направлений слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 760 мм ртутного столба. Ясно, без осадков, вечером, возможно, гроза. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночью плюс 13-15, днем от 22 до 24 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – Северодвинский филиал Института управления. С 1 июня приглашают абитуриентов для обучения по специальностям высшего образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова